Добро пожаловать в любители хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на ангелы и демоны 2009 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Шерлок Холмс 2009 года. Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс вместе со своим верным соратником Ватсоном вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа 2008 года. 1957 год. Разгар Холодной войны. Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рейвенвуд, давнюю возлюбленную Индианы Джонса, стала профессора перед выбором «Бездействие и смерть Мэрион» или «Помощь советской разведке» в поисках легендарного хрустального черепа, в обмен на свободу женщины. «Сокровище нации. Книга тайн» 2007 года. Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто. Параллельные поиски города ведет и некий Мич Уилкинсон, готовый на все ради достижения цели. Сокровище нации 2004 года Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями американского государства, Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада можно с помощью Декларации независимости США, в которой зашифрована загадка, но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим похореть руки на достоянии республики. Лара Крофт – расхитительница гробниц 2001 года Она само совершенство. На нашей планете нет женщины, которая могла бы сравниться с ней. Она божественно прекрасна, невероятно умна и потрясающе отважна. Она владеет всеми видами рукопашного боя, изумительно стреляет из любых видов оружия и способна выжить в самых экстремальных условиях. Эта девушка – дочь лорда. Ее имя – леди Лара Крофт. И пусть трепещут злодеи, которые пытаются встать у нее на пути. Багровые реки 2000 года В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Неманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление. Кто-то раскапывает и оскверняет могилу десятилетней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи, но она существует. И когда ООО полицейских обнаруживают ее, доселевиденные и мезаурядные злодеяния постепенно меркнут по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды, смертельно опасной правды. Стигматы 1999 года Фрэнки Пейдж живет спокойно, свободно и беззаботно, и меньше всего ее беспокоят вопросы о Боге. Все это в одночастие меняется, когда ее поражают стигматы, кровоточащие раны распятого Христа. Вскоре на нее обращает внимание отец Кернан, уполномоченный следователь из Ватикана. Одновременно и другой священнослужитель, коррумпированный кардинал Хаусмен, понимает, что Фрэнки избрана для передачи сокрушительного пророчества, которое может навредить официальной церкви. Он убежден, что необходимо любым способом заставить ее замолчать. Поэтому Кернан, рискуя жизнью, пытается спасти Фрэнки и получить послание, не только разбивающее устои римско-католической церкви, но и навсегда изменяющее судьбу человечества. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!